Всем привет! С вами Дмитрий Мигаль. Сегодня мы рассмотрим курсовые работы выпускников первого и второго потока курса «Работа со звуком в Unreal Engine». Все работы озвучены с помощью нативной звуковой системы игрового движка, который подробно разбирается за время прохождения курса. Некоторые сцены выпускники собирали самостоятельно, как на стадии игрового уровня, так и программирования логики. Давайте ознакомимся с работой выпускника второго потока курса «Работа со звуком в Unreal Engine» Алексеем Самарцевым. Чем примечательна эта работа? Ну, во-первых, на втором потоке мы уже перешли на пятый Unreal. Второе, чем примечательна данная работа, это тем, что в ней реализованы абсолютно все системы, что мы проходили на курсе, а также чуть больше, ну, даже не чуть больше, на самом деле это полностью разработанные сцены. Также, что интересно в этой работе, это то, что она собрана на тех ассетах, что мы раздаем во время занятий, то есть непосредственно сама сцена, сам контроллер, тачка и персонажи с искусственным интеллектом, которые работают, так называемые NPC, все раздается у нас на курсе. Давайте ознакомимся. Да, на нашем курсе. Мы довольно-таки подробно разбираем, как с помощью нативной звуковой системы и булпринтов, как с помощью нативной звуковой системы создать архитектуру звукодвижения транспортного средства, непосредственно его двигатель, как автомобиль набирает обороты, звучание колес на поверхности, звучание заносов, а также простенькую систему импактов. Также мы используем систему смены микса для переключения звуковой картины, когда игрок переключается между режимами камеры. А вот как раз-таки систему скрипа подвески мы не разбирали. Это уже Алексей сделал самостоятельно. И звучит она довольно-таки весомо. На самом деле она звучит гораздо более натуралистично, чем звук самого двигателя. В чем есть проблемка в звуке двигателя? В том, что на уровне саундкьюшек недостаточно тонко настроена система переходов из одного состояния в другое. То есть на контенте, когда у нас 1000 RPM, и он плавно поднимается по печу, он должен в контент, который отвечает за 2000 RPM, плавно перетечь. Причем настроены должны быть таким образом, чтобы обратная связь от движения и, соответственно, звучание двигателя была максимально правдоподобной. Здесь же есть такой больший уход в статику. Но при этом такие элементы, как скрип подвески, звук колес, они довольно-таки хороши. Еще есть момент, конечно, что... При переключении камеры у нас звук немножечко уходит по панораме вправо. По идее, он должен, наоборот, он должен быть довольно-таки широким. Он должен быть, считай, в 2D, и он должен полностью нас накрывать. Звук подвески очень классный. Вот еще есть небольшие скачки. Тут и вообще можно было немножечко поработать с миксом в том плане, что придавить немножечко громкость двигателя, усадить его чуть больше в картину. Возможно даже по аттенюации, то есть он 3D, звук саунд-эмиттер у нас сидит где-нибудь здесь. И по аттенюации, в зависимости от того, насколько близка камера к источнику звука, у нас бы видоизменялся наш звук. Да, можно было бы чуть побольше вывести звуки сюрфейсов, скрипы, подвески. Возможно бы даже более мелкие скрипы даже подвывести чуть побольше и со стороны кода дать возможность триггериться данным звуком чуть-чуть пораньше. А вот за эти детали отдельное спасибо. То есть когда персонаж садится в автомобиль, у нас есть звук в двери, у нас заводится автомобиль, когда выходит, у нас гасятся все аудиособытия, которые относятся к автомобилю, и при этом у нас есть звук закрытия двери и остановки двигателя. Это довольно-таки натуралистично, приятно, и что самое главное, логично. Что касаемо смены поверхности, все хорошо, все работает довольно-таки здорово, шажочки аккуратные, есть звуки одежды, они немного по аттенюации как будто бы выпечены, как будто их хочется чуть-чуть побольше усадить в картину, но то, что есть комплексное впечатление от персонажа, что у него не только звук шагов есть, но и звук одежды, в которую он одет, это отдельный респект. Кстати, Алексей большой молодец, что одел наш контроллер в скин, который пришелся ему по вкусу. А также и вот этих вот товарищей расставил по своей сцене. Это уже его сюжетная задумка. Немного странновато ворона, на нее можно на самом деле много чего навесить, например, дилей, который отрабатывает в зависимости от расстояния через сабмиксы. Реверб можно также повесить, чтобы мы имели возможность более гибко ее обрабатывать внутри игры. Система Spline. Мы на курсе используем компонент Spline, программируем его таким образом, чтобы мы могли его использовать как аудиоинструмент. Принцип работы его заключается в том, что Spline, как огибающая, в данном случае очерчивает берег, и Sound Emitter имеет возможность бегать только по самой очерченной линии, не выходя за ее пределы. Такой, назовем ее, Sound Emitter на монорельсе. И, что самое главное в этом всем, он умеет проверять свое расстояние до персонажа. И каждый тик, ну или в зависимости от того, как он настроен, он находит наиболее ближайшую точку к персонажу. То есть, когда мы подбегаем к речке, он у нас оказывается вот прямо вот где-то здесь. Тем самым мы имеем возможность озвучивать довольно-таки интересные элементы. Например, не повсюду квакушек расставлять, а озвучивать ее с помощью Spline, к примеру. То же самое звук реки. Не городить каких-нибудь тимитеров, а сделать огибающую, которая нашего персонажа сможет накрывать, и тем самым мы, например, можем озвучить линию прибоя. А так как еще мы можем повесить аттенюацию, мы можем это сделать многослойной. То есть, в зависимости от дистанции у нас будет подменяться контент. И чем ближе персонаж будет подходить к берегу, тем более четкий звук прибоя, например, или речных бурбушек будет себя проявлять. Как, например, в данном случае. Также круто сделана так называемая шлеп нога, как мы назвали ее на этом потоке. Суть заключается в том, что когда персонаж пересекает воду, подмешивается контент со звуком, назовем это так, воды, и когда персонаж выходит на берег, у него еще какое-то время данный контент работает вместе с тем контентом, вместе с контентом той поверхности, на которую вышел наш персонаж. И по подшествии времени водянистый слой постепенно исчезает. То есть, тем самым у нас создается эффект высыхания ног. Что мы, собственно, здесь и наблюдаем? По поводу мельницы. На самом деле на нее еще можно было навесить такой эффект в блоке аттенюации как фокус, чтобы его фильтровать. Суть в том, чтобы когда персонаж не видит данный саунд-эмиттер, который проецирует звук вот этих вот скрипов, они фильтровались и тем самым очищали микс. И то есть у нас в нашей звуковой картине мы слышали те звуки, которые попадают в фокус нашей камеры. А те, которые выпадают из фокуса нашей камеры, те, соответственно, фильтровались и были менее заметны. Классный нюанс на дистанции. То есть когда персонаж стоит рядом с этой мельницей, она может еще как-то трещать. И, как мы слышим, довольно-таки хорошо отстроена аттенюация. Вот это вот прекрасный пример того, как можно оживить свою сцену. В Unreal Engine есть система аудиоволюм, то есть с помощью нее мы можем настраивать логику indoor-outdoor. То есть здесь стоит аудиоволюм, и он настроен по такой логике, что звуки, которые находятся за ним, определенным образом фильтруются. Эти же значения мы можем настраивать самостоятельно. Соответственно, те звуки, которые находятся внутри, они себя проявляют и раскрывают. Вот на ворону можно было навесить окклюзию. Или отправить на ту же шину, которая в данном бы аудиоволюме фильтровала бы ее. А то она слишком близко. Тут у нас такой а-ля магазин. А вот на бочку она добавлена. Но, опять-таки, ее можно было по фокусу немножечко отсечь, чтобы она так у нас справа не была такой навязчивой. Как, собственно, и этот звук? Мне на самом деле нравится каждый из звуков, что мы здесь услышали. Вот с точки зрения контента, без нареканий. Но вот маленькие элементы имеет смысл сделать чутка потише. Смысл в том, чтобы соблюдать масштабность звука. То есть данный звук может быть громче, а относительно него эти могут быть потише. Просто потому, что они элементарно мельче. Да, также на курсе мы довольно подробно разбираем, как озвучить оружие, каким образом, как собирать системы, как программировать их, особенно как программировать вот такие интересные детали, как звук попаданий. Но тут есть такой момент немножечко, что у самого контента немножечко приатака и атака имеют слишком большой тайминг между собой. Из-за этого получается ощущение, что звук, как бы так сказать, не акцентированный. он как будто бы в небольшом рассинхроне. Имеет смысл приатаку сделать чуть-чуть потише и чуть-чуть подвинуть основной выстрел. То есть, опять-таки, очень много контента. Что тут разный звук, что здесь много разного звука. Это прям... Алексей постарался. Не делай это. Вот это вот отдельная система. Это мы не разбираем на курсе. И вот эта вот система, что персонаж реагирует на, скажем так, наши угрозы, это довольно-таки интересное решение и находка Алексея. опять-таки, система подмешивания хвостов. У нас в магазине одни хвосты подмешиваются к оружию, на улице другие. Звук падения гириз. Все это мы разбираем. Система дыхания — это авторский контент, это не тот, который я раздаю. За это отдельный респект, что с этим поработал. Суть в том, что у нас survival контроллер. У него есть параметры. То есть, параметры выносливости, параметры гидротации, голода и здоровья. И мы разбираем, каким образом мы можем озвучить систему дыхания. От простого к сложному. Здесь она реализована довольно-таки хорошо. И что самое главное, разобравшись, как у нас озвучивается один параметр, мы можем себе позволить сделать звуковую систему для остальных параметров. Классно, перестрелка, реакция на попадание. Единственное, имеет смысл для NPC сделать тембрально отличные от нашего персонажа звуки выстрелов. Вот то, что сделано с помощью сайдчейн и субмикс приглушаются остальные звуки в миксе, сама по себе эта логика довольно-таки правильная. Это такое стремление к динамическому миксу и оно крайне верно. Но оно не совсем деликатно настроено, довольно-таки сильно пропадает у нас эмбиент. Да, слышно, что релиз такой немножечко несколько ленив, но это уже детали. Самое главное, что технологически понятно, как подобные системы реализуются и можно будет потом, потратив какое-то время, довести данную систему до совершенства. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Звуки зомби по аттенюации можно было бы чутка побольше сделать. И... Вот да, вот это вот самое интересное. На последнем занятии мы рассматриваем то, как аудиодвижок WISE интегрируется в Unreal Engine и проводим рефакторинг некоторых аудиосистем. То есть переводим их что-то с SoundQ-шек, что-то с метасаундов на аудиодвижок WISE, рассматриваем то, как они собираются внутри WISE, и то, как они с помощью кода булпринтов подвязываются непосредственно в игровом движке. Что самое удивительное, в данный момент звучит и нативная звуковая система Unreal Engine и звуковая система WISE. То есть одно не исключает другое и может работать и звучать одновременно. Это довольно интересная фича и вот очень интересно в каком-нибудь реальном тайтле реализовано так, чтобы одновременно у нас звучало и нативная звуковая система и что-то сделано на аудиодвижке, потому что если у тебя есть аудиодвижок, то тебе явно не захочется делать что-то на нативном. И я даже объясню почему. Чуть-чуть дальше. Вот именно вот скорее всего из-за этого у нативной звуковой системы есть своя скажем так система интерактивной музыки называется кварц систем. То есть на этой системе кварц можно построить логику благодаря которой интерактивная музыка будет работать так, как в вашей душе заблагорассудится. Ну, стоит лишь разница, что на кварце нужно будет потратить время на то, чтобы ее собрать. А в аудиодвижке это делается раза в два, а то и в три быстрее, и что самое главное удобнее. На кварце все-таки нужно научиться работать и привыкнуть к нему. Данная интерактивная музыка работает по принципу есть в начале моста триггербокс, но не в начале, в середине, который запускает основную музыку. Далее здесь либо на каком-то из врагов, либо у какой-то точки есть привязка к персонажу, которая проверяет его дистанцию, и в зависимости от расстояния персонажа до вот этой вот точки или до врага у нас подмешивается еще один слой. Почему это знаю? Потому что я это рассказываю. опять-таки динамический микс. Не совсем думаю я соглашусь с тем, как заглушаются звуки окружения, их можно было чуть-чуть побольше расфильтровать, но это детали. ну и собственно файдаут на выходе. Действительно спасибо за внимание, потому что эта работа и вправду крайне чудесная. А следом мы посмотрим курсовую работу Антона Литвинова. Антон тоже сделал всю работу самостоятельно в плане левел-дизайна, в плане сборки логики, в плане проработки контроллера и прочее, прочее, прочее. Опять-таки обратим внимание, построена драматургия сцены таким образом, чтобы на каждом этапе показать то, как отрабатывают системы. Именно с акцентом на те системы, которые демонстрируются, чтобы раскрыть их с лучшей стороны. очень крутой звук глайдера, подчеркнутые заносы, торможение, наборы скорости, и, что самое главное, довольно-таки необычный синтезированный звук, и он очень хорошо сидит в миксе, ненавязчивый и довольно приятный, что самое главное, очень подходит данному виду транспорта и дает понятную обратную связь. немножечко там, конечно, слышно фленджера, мы это не видели, довольно приятный эмбент, хороший дождь, приятный озвучен персонаж, хорошо сидит в миксе, подчеркнутые звуки шажочков, сфера пролетающая, дверь соответствует сеттингу, классно переключается эмбент, подчеркнуто то, что в каком помещении мы находимся и немножечко у нас просачивается звук улицы, что делает картину более интересной и заполненной, но опять-таки мы просто верим происходящему, здесь какие-то стекла, где-то стекла нет, и это дает нам возможность получить некую правдоподобность от картины. Демонстрация звуков попадания по поверхности и стрельбы, немножечко легковесный сам выстрел и не хватает звуков вот этого паркета. они там тиховатые. что мне очень нравится, это то, как снаряды прилетают мимо персонажа. Прямо четко ощущаешь, что какая-то штука рядом. ты понимаешь, как она спозиционирована и понимаешь, откуда спозиционирована выстрел. даже у них есть звуки попадания по поверхностям. То есть снаряд попал и мы слышим во что он попал и что самое главное где. Если вы хотите узнать, как озвучить игру встроенными средствами, тогда приглашаю вас на свой курс «Работа со звуком в Unreal Engine». На курсе мы подробно рассмотрим, как с помощью внутренней звуковой системы Unreal имплементировать звук в игровую сцену, освоим методы работы с блупринтами, научимся интегрировать звуковые системы, собранные на Vice, изучим методы работы с компонентом MetaSound. И все это в движке нового поколения Unreal Engine 5. Подробнее о курсе вы можете узнать на нашем сайте xsracademy.com Ссылка будет ждать вас в описании к этому видео. Очень крутое звук. О, крик Вильгельма, классика. О! Вот у этой сцены есть своя история. у нас с Антоном возникли небольшие проблемы в плане запуска нашей сцены рабочей, которую мы раздаем на курсе. И Антон взял другую. Но на этой сцене не было деревьев, не было вегетации, а мы проходим. Мы разбираем то, как мы можем усадить звуковой эмиттер в каждое дерево, озвучить массивы и прочее, прочее, прочее. Ну, Антони Мудресолукава просто создал к своему уровню часть уровня вот с этой лесополосой прекрасной. То есть не только научился работать со звуком, но и прям прошел часть с работы левел-дизайнера в Unreal Engine на твердую пятерочку. Очень органичный эмбент. Очень классный. различные детали. Смена дня и ночи. Вот. Продемонстрировал нам разный эмбент. В обязательном порядке воду. И пошла система интерактивной музыки. такая. Ух. кайф. Кайф. Стингеры. Смена музыкальной темы. то есть опять-таки слой с большего напряжения зависит от дистанции до той точки, где должен произойти бой. КОНЕЦ Звуки ударов самих противников, лезвия условные, можно было бы еще в уши сделать более событийными, более мощными и агрессивными. Звуки ударов самих противников, лезвия условные, можно было бы еще в уши сделать более мощными, более мощными. Это бой примечательен тем, что мы не просто стреляем и гасим наших противников, а у нас здесь есть целая система, мы должны стрелять по факелам. А это довольно-таки сложное техническое решение. Антон это сделал опять-таки сам и создал некую доминанту и точку притяжения своей курсовой работы. Это довольно-таки сильное решение, очень крутое, хорошо поработанную как с точки зрения игровой логики, так и с точки зрения звука. Так что Антон просто тоже капитальный красавчик, как и Кирилл. И создал довольно-таки сильную и интересную работу. Следующая работа у нас работа Антона Сергеева. Сразу хочется отметить, что Антон крайне сильно заморочился с интерактивной музыкой, а также с деталями. Первое, что стоит заметить, что музыка работает в зависимости от параметра состояния наших противников. Если наши противники на нас не агрятся, у нас работает более спокойная музыка, Exploration. Если у нас имеет место быть ситуация нападения противников на нашего персонажа, музыка переключается в боевую. Опять-таки она сделана на системе Quartz, нативной звуковой системе Анрила. Вот эта вот система очень прикольная. Обратим внимание сейчас. Где-то, где-то здесь. Есть зеленое облако. И персонаж, попадая в нее, отравляется. То есть начинает кашлять, причем кашлять. И зеленым облаком это такой симбиоз звуковой системы, системы с эффектами. Очень-очень классно. Мы это, кстати, не проходим на курсе. Но, скажем так, из тех знаний о сборке систем на булпринтах, можно логически достроить мысль, как это можно сделать. Враги пропали из поля зрения. Потеряли из поля зрения нашего персонажа. И музыка перешла в более спокойную часть. На что стоит обратить внимание? Хочется сказать про озвучку самого персонажа. Шаги хорошо. Все переключается ровно, вовремя. Но вот звук одежды, звук сбруи, амуниции, экипировки, он довольно-таки такой навязчивый. Что, собственно, бросается в глаза и на вот этих вот парнях. Из-за такого большого количества звуков, причем звук, который, по идее, должен быть таким побочным, немножечко замусоривается микс. Становится грязноват. Вот до сих пор кашляет. Помельче надо подобные звуки делать. Точнее, прибрать хочется верхушечку и сделать их потише. Смена дня и ночи. Эмбиент. Скажем так, звучание эмбиента зависит от того, какое время суток сейчас у нас по игре выставлено. Ну, оно, естественно, течет со временем, меняется. И, соответственно, одна звуковая картина дня сменяется звуковой картиной ночи и так далее. Это мы тоже проходим. Немножечко не хватило звука самого прыжка. Возможно, какое-то... И приземление. И, может быть, еще какой-нибудь звуковой нотификации, типа... Вот это вот классическое. Не, ну он есть. Он такой недостаточно выделен. Ну, я поработал немножечко со звучанием персонажа. Он такой массивненький. И амуниция немножечко уже начинает парить. Плюх. Хорошие звуки, аккуратные. Вот это вот очень классно. То есть открывается инвентарь и добавляется слой, музыкальный слой, который акцентирует на этом внимание. Ну, и, опять-таки, довольно-таки сильно разноображает звуковую картину. Вот UI-ки озвучены. Единственный минус в том, что fade-out не настроен. Довольно-таки резко пропадает музыка. Шлеп нога знаменитая тоже реализована. Очень аккуратно. Вот шур-шур-шур, конечно, да. Это вот не совсем хорошо. Опять включается. Все работает, не багует. Слой подключается. Класс. Дверь скрипит в зависимости... Вот, собственно, звук подчеркивает визуальную, скажем так, картину. Сам по-сервам тон хорошо оформлен. Довольно-таки живой амбент получается. Опять-таки та система, что мы приближаемся к точке напряжения, у нас подмешивается агрессивный слой. Противники сагрались и побежали. Такой довольно низастые были выстрелы. Прямо... Прямо многовато. Имеет смысл, конечно, подуспокоить низ. Но есть приятная деталь. Есть приятная деталь. Победили врагов, и у нас стингер срабатывает. Вот этот... Очень классно. Вот эти вот лайн-трейсы... Это необходимо для того, чтобы у нас срабатывал звук падающих гильз. Звук физической гильзы не существует, но мы можем его сымитировать. А для того, чтобы у нас игра понимала, в какой момент у нас должен срабатывать звук гильз, у нас отрабатывает лайн-трейс. То есть в момент, когда он ударяет на поверхность, срабатывает звук гильзы. Причем срабатывает в том месте, куда он ударил. Меняется э-бензуковая картина. И подмешиваются хвосты и реверб. Ну, что могу сказать? Отличная работа. Мне очень нравится, что она крайне технологичная. Антон, скажем так, довольно-таки хорошо разобрал систему кварца. Она такая зубодробительная. С ней надо повозиться. Но он справился. Интерактивная музыка работает довольно-таки хорошо. За исключением фейдаута при закрытии инвентаря. Все-таки он должен быть. Хорошо работают фишечки в духе вот этой вот зеленого тумана. Приятная, довольно-таки интересная система. Хорошо работают выстрелы. Ну, их, конечно, немножечко имеет смысл подукоротить по низу. Но в целом все довольно-таки круто. Хорошая работа. А сейчас мы с вами посмотрим одну зубодробительную работу студента первого потока Кирилла Борисова. Работа говорит сама за себя. Кирилла Борисова. На самом деле так не хочется комментировать. Комментировать, потому что все прекрасно. Очень консистентный звук персонажа. Соответствует его масштабу, объему, одежде, его поверхности, по которой он, соответственно, перемещается. Очень много интерактивных элементов. Очень четко работают вот эти триггерные моменты, когда персонаж оказывается в доме, говорит «Home, sweet home». Значит, вступает гитара. Также реакция на его движение. Это, кстати, другой контроллер. Не наш. И, на самом деле, тут есть даже такая история, что первый поток у нас был на четвертом Unreal Engine, и пятый только-только вышел, как раз-таки под окончание потока. И Кирилл решил, видимо, сделать все на максималках и залез в пятый самостоятельно. Самостоятельно собрал себе сцену, самостоятельно разобрался в нюансах, озвучил ее и даже созвонился. Кстати, есть очень прикольный момент, что пока Кирилл делал контент, вот эта вот гитара чудесная, то появлялась, то исчезала. В одну работу я уже просто сказал «Пожалуйста, верни гитару». Она слишком прекрасна и слишком хорошо подходит данной сцене. Каждый мелкий объект озвучен. Все интерактивы. И все очень аккуратно. Все очень аккуратно, очень консистентно. И, что самое главное, это не на аудиодвижке, это на нативном звуковом движке самого Unreal Engine 5. Тригерятся кусты, когда персонаж их проходит. Канистра такая. Опять-таки, гитара пропала очень аккуратно, очень так длинно, хвостом. То есть прям все очень хорошо выдержано. Немножечко вот этот вот звук не совсем соответствует действию, но это опять-таки нюансы и мелочи. То есть опять-таки продумана драматургия в том, что персонаж садится, бензина нет, как-то на это реагирует, то машина как-то на отдают обратную связь, давая понять, что что-то не так. Опять-таки все интерактивы на месте. Даже звук взрывания бензина четко спозиционирован. Настройка радио сделал. Важный момент. Пока настраивалось радио, и пока мы не поехали, звук магнитолы был как будто бы внутри машины. Как только мы поехали, он стал в 2D, как бы полностью заполняя собой сцену. Давайте послушаем еще разочек. Немножечко звук переключения скоростей. Рычаг этот такой навязчивый. Его имеет смысл, конечно, присадить. Точнее, усадить в микс получше. Дождь. Очень крутые звуки борьбы. Опять-таки отличный спозиционированный спозиционированный источник звука, как этот, как и радио. Ambient меняющийся. Очень крутой. Немного пропал звук персонажа. Окклюзия настроена. Прямо по жиру. И дробовик. И как стреляют противники. И как спозиционированы. И паралеты пуль. Все четко сделано. Очень круто. Очень жирно. И главное, вот самое главное, то, что я понимаю, откуда звуки проходят, кто их автор, и чего мне стоит опасаться, от чего мне надо убегать, и как скрываться. Ну, как это включилось. Ну, это такая фишечка от Кирилла. Если мы недостаточно восхитились и впечатлились, то вот, пожалуйста, вам слоу-моушен, вот вам смена звуковой картины, вот вам выведение того, как стреляет NPC. Прям так жестянками, просто рельсами стреляет по нам. Очень все круто, очень все подчеркнуто. Прям в вкусноте его. И еще и музыка работает с правильного места. Это сделано сплайном, если что, тоже. Субтитры создавал DimaTorzok. На самом деле, фантастическая работа. Очень классный бент. Немножечко еще не хватает звуков попадания. Саспенс. Саспенс. Чем цена эта работа? В ней еще очень четко поработана драматургия. Даже там, когда мы подбегаем к этому забору, где зомби пытаются пробиться, музыка работает очень четко, очень так прям побуждает наши тревожные эмоции, вводит в напряжение. Здесь аналогичная ситуация. По триггеру персонаж начал дышать тяжело. Звуки запустились, призрачные. Дрон. Все работает на то, чтобы мы испугались. Скример. Немножечко не совсем понятно, кто кого лупит, но в целом хорошо. Ох, спаунятся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Это Кирилл. Когда... Это Кирилл после того, как в одного сделал эту курсовую работу. В общем, не только нам спасибо за просмотр, но и Кириллу большое спасибо за работу, которую можно пересматривать, пересматривать и еще раз пересматривать и находить все новые интересные детали. На самом деле, это потрясающего качества работа, потрясающего труда. Не знаю, сколько Кирилл потратил сил, чтобы в одного это все сделать, но это достойное восхищение. На самом деле. Собственно, вот как-то так. А сейчас я предлагаю с вами посмотреть довольно-таки интересную работу Егора Гриценко. что уже круто. То есть мы видим, что это некий билд. Это некий билд. У нас есть меню у нашей игры. Как его делать? Мы не разбираем в нашем курсе. Это инициатива Егора. С ней он справился успешно. Более того, он успешно даже справился с тем, чтобы усадить туда музыку и звуки на юайные элементы. Более того, завести их в управление на ползуночке. Вот это вот очень классный художественный момент, конечно. Тут опять-таки можно немножечко придраться, что, смотрите, у нас заканчивается музыка. Вот у нее такой выход. И мы попадаем на экран загрузки. А загрузка может длиться довольно долго, особенно на машинах, назовем так, несовременных. И в момент, когда у нас таким образом задухает музыка, у нас потихонечку должен появиться какой-то эмбентный звук, дрон или еще что-либо, что заполнило бы звуковую картину, чтобы не оставить игрока в вакууме. И когда бы мы перешли на сцену, также фейдаутом, а лучше кроссфейдом, перейти непосредственно в звуковую картину нашей игры. у игры есть сюжет. Это круто. Построена драматургия, у нас где-то оказывается персонаж куда-то идет. Опять-таки это полностью разработка Егора. Это его инициатива. Он самостоятельно сделал себе мини-игру на основе тех ассетов, что мы раздавали, в частности контроллера, на занятиях. Так, что нам стоит обратить внимание? Довольно-таки тонко настроены часики, довольно-таки тонко настроен звук окружения. Есть элементы и сущники звука, у которых четко спозиционировано их положение в пространстве относительно персонажа. Довольно аккуратные шажочки. Опять-таки великое разнообразие звуков. Довольно-таки много контента. Весен очень аккуратно. Довольно хорошо усажен в миксе. Звук перезарядки аккуратный. Вот это элементы, это система дебаггинга нативной звуковой системы. То есть таким образом мы понимаем, какой эмиттер у нас излучает звук, какими он обладает характеристиками. Виртуализирован вот это синький виртуализированный голос и активный. у нас есть дрон такой хороший, то есть сам по себе эмбиент очень аккуратный, что внутри дома, что на улице. Отлично плавно переключается, считай бесшовно, очень аккуратная хорошая работа. Обращаю внимание, холодильник жужжит, комната звучит. Переходим и у нас одна звуковая картина плавно перетекает другую. Это прям кайфучечно. Ухо вот этот вот мухи у нас тут жужжат у фонаря. Приятная деталь. О, И вот за счет вот этого и вот этой вот картины Егор нам показал, что у его выстрелов меняются хвосты. Хороший размашистый хвост, мне нравится. В принципе, хвост это такой звук у выстрела, который может поменять все ощущения от стрельбы. Можно было еще по дистанции чуть-чуть побольше пофильтровать, не громкостью, а именно фильтром. Но звуки очень хорошие, опять-таки. О, звуки ударов по поверхностям разные. Опять-таки, весь звук аутдор фильтруется, аккуратно заменяется звуковая картина внутри гаража, и она здесь другая. Это круто, относительно дома, конечно. Да, есть звуковые эмиттеры, которые говорят нам о том, что в данных местах проецируется звук. Звук попадания по поверхности, только не очень хорошо он читается. До такой дистанции можно было подвыкнуть. Ого, а вот это отлично. Очень классно озвучена реакция зомбарей. То есть, увидела персонажа, начала атаковать. Разные реакции делают нашу звуковую картину крайне правдоподобной. Звуки попадания также присутствуют. Я бы их сделал, конечно, помяснее и более четкий звук стаба, то есть удара, лезвия, плодь. Просится более агрессивный, более транзиентный местной звук. Ну и, собственно, можно было, да, потяжелее падение туши. Знаменитая шлеп нога уже. Система высыхания ног. О, обратим внимание, что у берега у нас просто меняется звук передвижения персонажа, а на глубине у нас уже появляется дополнительный слой, как будто бы он своим телом пробирается сквозь воду на глубине. Очень крутая работа, мне нравится. Выставлен триггербокс на вегетацию, на всякие кустики, что когда персонаж их триггерит, возникает звук шелестения. Очень круто по спреду все выстроен, то есть понятно, в каких точках вылезован звук. Идем дальше. Бой хорошо сделан, то есть система динамического микса тоже прослушивается. О, летучая мышь вокруг нас проецируется. Потрескивают, потрескивают эти, потрескивают сухие ветки под ногами персонажа. Вот даже сделана система перехода с одного уровня на другой. И еще подзвучено. Опа. И под занавес тачка. Также система переключения микса в зависимости от положения камеры. Сюрфейсы. Скрип подвески. Вот есть еще момент поработать с массой по контенту, ну, именно с контентом двигателя. Но, опять-таки, в целом того, исходя из того, что собран микс всего движения автомобиля, а не только звукодвигателя, у нас получается довольно-таки цельная, однородная, приятная звуковая картина. Очень крутая работа. Егор Капитальный Красавчик. Древний храм. От Тимофея Шатного. Так, Тимофей нам сказал, что у нас не по Line Trace триггерятся звуки в анимации, а по коллизиям. Ну-ка, давайте. By collision of feet to the surface and animation. Ага. Да-да-да-да-да-да. Так, Тимофей, видимо, не стал одевать персонажа. Мы представили, что это робот, и он ему сделал сервер. Они довольно-таки навязчивые. Их надо усадить прямо-прямо-прямо в персонажа. Как по громкости, так и по аттенюации, потому что камера может двигаться. И чтобы в момент, когда она двигалась, у нас также менялся органично звук. Ну, тут со звуками немножечко есть несоответствие. Это больше звуки охарактеризовали бы какие-нибудь инструменты, но не совсем, скажем так, боеприпас. Но опять-таки стоит отметить хороший эмбиент гласной джунгли. Так, еще у нас есть энергобластер. Был характерный звук. Имеет смысл их тоже немножечко присадить, усадить в микс. Система дыхания на уникальном контенте. Работает хорошо. А вот эта вот фишечка. Когда персонаж находится рядом с краем, он начинает нервно дышать. Это вообще кайфушечка нереальная. Давайте еще раз уходим. Вот сайфайган не очень верю. Есть низ. Есть даже какое-то тело читаемое. Но оно как будто бы не в сцене. Вот есть небольшое несоответствие по оружию. Вроде бы винтовка, она как бы мощнее. Но низа больше у пистолета. Я бы их поменял ролями. Но все равно. Я бы такой низ не делал. Потому что долго стрелять из такого оружия не получится. Ухи устанут довольно-таки быстро. От такого навязчивого, мощного, эффектного звука. Хорошо сделаны звуки попадания по врагам. Слышна их реакция. Слышна их атака. И довольно-таки неплохо. Я бы что-то и с музыкой делал. Если у меня низкое здоровье, звучит сердцебиение. Во-первых, сердцебиение не таким незастым. По спектру чуть-чуть повыше бы вывел этот звук. Во-вторых, с музыкой бы я что-то делал. По крайней мере, если менял бы ей громкость, я бы ее фильтровал. Немножечко. И надо как-то отбить звуки лечения. Чуть-чуть более очевидными их сделать. Очень-очень много деталей. Что-то обрушается, что-то горит, что-то скрипит и так далее. Эмбиент вообще потрясающий, насыщенный. Стингеры, подчеркивающие переходы в локацию. Звуки монументов. Возможно, бы я чуть-чуть бы факелы поверху бы немножечко подрезал, чтобы мне были такие колючие. Помягче, чтобы были. Какой-то гур-гур сзади слышен. Я бы прибрал бы его. Ну и птичку бы тоже подальше бы сделал, еще окклюзию не повесил. Когда подходим к монументам, у нас к музыке подмешивается дополнительный слой. КОНЕЦ Опять-таки, реализована система сплайна, то есть сплайном озвучена река, что позволяет не утыкивать звуковыми эмиттерами реку, а просто ограничиться одним сплайном. Спасибо и тебе, Тимофей. Потрясающая большая работа. Собственно, это был выпускник первого потока курса работы со звуком в Unreal Engine. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова